Дарк Соулс Чтобы влиться в ее ряды, требуется пройти особый обряд посвящения — набить морду нескольким мастерам боевых искусств. Собственно, на этом весь сюжет и заканчивается. Да и на получение заветного места в Ордене уйдет часов пять. Справедливости ради надо заметить, что история мира в Апсолвер весьма богата, только подана в лучших традициях From Software. Про взлеты падения королевства Адал, а также обитающие там кланы узнает только пытливый игрок. Для этого потребуется проштудировать не один десяток найденных предметов экипировки. Сюжет завершается крайне внезапно. Думаешь, что только заканчиваешь первую главу, а то и пролог, но мудрый наставник уже поздравляет с получением титула Защитника Земель и предостерегает о будущих опасностях. Намек на грядущие дополнения? Может быть. А пока остается только сосредоточиться на достижении новых высот в боевом искусстве. Ведь именно оттачивание навыков — это сердце Апсолвер. На старте нужно выбрать предпочитаемый боевой стиль — с упором на силу, скорость или же нечто среднее. От решения зависит защитная способность и набор изначально доступных движений. Именно они — основа местной боевой системы. В игре нет заранее спланированных разработчиками комбо, а конструировать их придется самостоятельно. Чем-то напоминает Remember Me, только куда сложнее. Каждый удар обладает уникальными параметрами, а урон зависит от различных характеристик. Серия быстрых выпадов будет эффективнее при высокой ловкости, а для мощного пинка ногой нужно иметь побольше силы. Авторы никак не ограничивают ваши возможности. Одним персонажем можно выучить все движения и экспериментировать с ними. В меню для комбинирования движений предстоит провести много времени в попытках выработать свой стиль. Именно стиль, а не идеальную комбинацию на все случаи жизни, потому что такой тут попросту нет. Боевая система таит в себе столько тонкостей, что на каждый подход найдется несколько достойных ответов. Можно уклоняться от ударов, ставить блок, делать ложные выпады и на лету решать, какую комбо использовать дальше. Удар может обладать и особыми свойствами. К примеру, сбивать тяжелые атаки или избегать встречных выпадов в определенном направлении. По ходу драки герой накапливает духовную энергию. Ее можно потратить на уникальные способности, вроде отбрасывающей волны, или же на использование оружия, меча или боевых перчаток. У которых, разумеется, свои особенности и отдельный набор движений. Бой один на один может закончиться стремительно, за считанные секунды. А может длиться минут пять, на протяжении которых соперники будут кружить друг напротив друга, запоминать движения и пытаться всквернуть защиту оппонента. Именно защищаясь от ударов, которых в вашей копилке еще нет, их можно изучить и применять в дальнейшем самому. Если избегать урона особым защитным навыкам, то обучение пройдет быстрее. К сожалению, в схватке с двумя и более противниками на экране уже творится настоящий хаос. Мешает и камера, которая постоянно норовит упереться в стену, и не самое удобное фиксирование цели. Враги нападают одновременно и могут банально запинать до смерти, не дав шанса хоть что-то предпринять. Доходит до того, что сражение с тремя обычными оппонентами куда сложнее, чем финальный босс. Но основная проблема Абсолвер на текущий момент в довольно скудном содержании. Мир состоит из четырех небольших зон. Странно, но при очень приятном визуальном стиле окружение, на удивление, блеклое. Запоминающихся мест практически нет, поэтому полную карту местности в голове составить очень сложно. Враги возрождаются в случайных точках, а возвращаются с того света они с завидной регулярностью. Не только после вашей гибели, но и при переходе между локациями. Связано это с особым устройством онлайн-режима. Каждая локация сама по себе миниатюрный мир, где вы можете оказаться с несколькими другими претендентами в Абсолверы. Переходите в следующую и попадаете на другой сервер с другими игроками. Но для драк с живым соперником лучше отправиться в отдельный режим. Система по возможности подбирает оппонента близкого уровня. Но иногда случаются конфузы, при которых новичка ставят напротив бойца с десятком часов оттачивания навыков за спиной. Арена по сути становится основным занятием после досконального изучения всего мира. Победу увеличивает так называемый боевой ранг, и на определенном уровне разрешается сразиться с усложненными вариациями боссов и даже открыть собственную боевую школу. На данный момент Абсолвер один из самых проработанных файтингов. По глубине механики боев она может легко потягаться с лучшими представителями жанра. Конструктор комбо с сотней движений открывает поистине безграничные возможности для импровизации. Надеемся, что авторы планируют поддерживать проект различными дополнениями. Продолжение следует... Продолжение следует...